В Сочи сегодня завершаются всемирные военные игры. Российская сборная на первом месте в командном зачете. Память военных, не вернувшихся домой, почтили в России 23 февраля. В Сочи для школьников открыл свои двери спецназ. В совхозе Россия построят ипподром, а в крае появятся новые авиамаршруты. Подписаны первые соглашения инвестиционного форума. В Сочи попрощались с Масленицей. В Ривьере блины измерили километрами, а в Сочи парки установили рекорд России. В Сочи завершаются всемирные военные игры. Россияне в командном зачете – бесспорные лидеры. Минувшие выходные дали возможность сочинцам посетить турниры и поддержать соотечественников. Тем более, что вход на все соревнования был бесплатным. Страницы военной олимпиады коротко перелистаем в нашем следующем сюжете. Старт военных игр ознаменовал финал эстафеты спортивного огня. В последнем этапе, протяженность которого составила 2017 метров, приняли участие юнормейцы, известные российские спортсмены-олимпийцы и военнослужащие – 20 человек. Завершили эстафету послы игр – двукратные олимпийские чемпионы, биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев. Красочная церемония открытия прошла в Ледяном Кубе. Там, где обычно по льду скользят терлингисты, прошагал военный оркестр. Гостей и участников военных игр поприветствовали министр обороны Сергей Шойгу и премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия впервые принимает сильные и сильные военные игры. Для нас это в ней большая честь, конечно, ответственность. Мы с радостью встречаем военных спортсменов из более чем из стран и стремимся сделать все, чтобы своего рода армейская олимпиада прошла на самом высоком уровне. Первые медали российская сборная завоевала уже в день открытия. Этому не помешала и погода, которая в горах 24 февраля подарила и ветер, и туман, и снегопад. Но спортсмены и организаторы не сдались. Трассы расчищали оперативно. Спортивный настрой помог и в следующие дни. Накануне российские лыжники взяли золото в командном спринте и среди мужчин, и среди женщин. Золотые медали получили Артем Мальцев, Алексей Марилов, Наталья Ильина и Наталья Коростелева. Этот финиш очень хороший для меня. Он длинный и достаточно тяжелый. В плане очень долго нужно работать. Это хорошо для меня мой финиш. Я его ждал. Артем, а вам как по этапу? Мне очень понравилось. Лыжи хорошо работали. У меня была задача все время быть в группе, не отставать. Вторым, третьим работать. Может быть, где-то даже и первым. Я думаю, что я справился с этой задачей. Во время цветочной церемонии тройку лучших с победой поздравил глава Международного совета военного спорта. Кстати, он уже назвал игры в Сочи лучшими за всю историю их существования. Заместитель министра обороны России Николай Панков крепко жмет руки российским лыжникам. Соперники победителей после забега признались. Такого уровня трасса, да и игры в целом стали приятным сюрпризом. Биатлонный стадион, так как он олимпийского значения, это сама по себе исключительная возможность соревноваться здесь. И для меня это абсолютное счастье попробовать этот стадион. К слову, организация игр была оценена по достоинству не только спортсменами. Глава Сочи удостоен медали за укрепление боевого содружества. Ведомственную награду Анатолию Пахомову вручил заместитель министра обороны России Николай Панков. На администрацию Сочи были возложены задачи, связанные с работой транспорта, волонтеров, функционированием коммунальных служб, в том числе бесперебойным электроснабжением объектов, обеспечением санитарного порядка и охраной общественного порядка. Все дни игр работал городской штаб, возглавляемый Анатолием Пахомовым, где круглосуточно следили за каждым направлением. Президент Международного совета военного спорта Абдул-Хаким Альшино уже назвал третьи зимние всемирные военные игры в Сочи лучшими за всю историю их соревнований. Лучшими они стали для российских спортсменов. Наши скалолазы завоевали золото и серебро в Болдеринге. Вадим Тимонов взял золото, Ольга Яковлева – серебро. Вторым в мужском зачете оказался француз Мануэль Карню. Чемпионка игр в трудности Джессика Пильс подтвердила свое лидерство и в Болдеринге. Она вернется домой с двумя золотыми медалями. Сегодня же завершились состязания по ориентированию на лыжах. Спортсмены проходили трассу продолжительностью 3800 метров с набором высоты 160 метров. Участникам нужно было отметить 16 контрольных точек. Последним этапом стала эстафета команд из трех человек, победу в которой одержали россияне с результатом 1 час 5 минут 52 секунды. Российскую сборную на этом состязании представляли Андрей Ламов, Степан Малиновский и уже отметивший два дня игр победами Эдуард Хренников. Второе место у французов на третьем – швейцарцы. Разбором спортивных достижений, наверное, в ближайшее время посвятят не один час телеэфира в совещании и просто разговоров. Тем не менее, основная цель военных игр достигнута. Выяснить, кто сильнее, военным удалось без жертв. Не зря же девиз игр – дружба через спорт. А Россия, и в частности Сочи, доказала, что всегда готова гостеприимно принять любое мероприятие, если оно направлено на созидание. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. За день до начала игр 23 февраля в России отметили День защитника Отечества. Сочинцы возложили цветы и венки к мемориалу воинской славы. Почтить память павших солдат пришли больше тысячи человек. Торжественные мероприятия прошли и в Краевой столице. В церемонии возложения венков и цветов на площади памяти героев у Вечного огня и Всесвятском кладбище в Краснодаре принял участие Вениамин Кондратьев. Вместе с губернатором почтить память солдат погибших воинах пришли спикер ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернаторы, митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Руководители возложили венки и цветы у Вечного огня, а затем у могил героев Советского Союза братьев Игнатовых и памятника воинам, погибшим при освобождении Краснодара. А в Сочи, по традиции, главный митинг памяти провели у мемориального комплекса в Завокзальном районе. Здесь захоронены около двух тысяч воинов Советской армии. Дань памяти героям отдали их сослуживцы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители администрации, активисты патриотических клубов и общественных объединений. 23 февраля это является день Советской армии, это образование Советской армии, поэтому ежегодно празднуется он 23 февралем. Это великий праздник мужчин. Рота 120 человек. Через два дня от рота осталось 18 человек всего. Представляете? Пришла, у меня сердце разрывается, я со слезами на глазах, с удовольствием приду, поклонюсь всем людям, которые здесь лежат в этих памятных наших могилах. Толпа из желающих возложить цветы растянулась на несколько десятков метров. Сама же церемония длилась около получаса. Добавлю, торжественное возложение цветов – это лишь часть военно-патриотической программы февраля. Предваряли церемонию открытые уроки, конкурсы в школах, университетах и центрах дополнительного образования города. А глава города Сочи Анатолий Пахомов в День защитника Отечества посетил учебный центр по подготовке спецназа «Красная Поляна». Там прошел день открытых дверей для сочинских школьников. Учебный центр Федеральной службы исполнения наказания – межрегиональный. Здесь обучают бойцов офицерских спецподразделений со всей страны. Сейчас подготовку в сочинском спецназе проходят отряды Адыгеи, Крыма и Тамбова. Действует здесь и снайперская школа. Участок земли под стрельбище защитникам Отечества выделил город. Сегодня полигон на пластунке единственный в своем роде. Отличаются профессионализмом и сами сочинские спецназовцы. Начальнику учебного центра «Красная Поляна» в День защитника Отечества глава города вручил президентскую грамоту к памятной медали Симней Олимпиады в Сочи. День защитника Отечества в России – это общенародный праздник. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине. И, конечно, вы достойные представители этой замечательной специальности – служению Отечества. Спецназ Федеральной службы наказания несет главную свою задачу – это обеспечение правопорядка и охрану наших граждан и горожан от преступников. И во все времена роль этой специальности была достаточно высока. Свою главную роль спецназовцы видят и в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. По давней традиции, 23 февраля в учебном центре проходит День открытых дверей для школьников и воспитанников военно-патриотических клубов. Рассказываем о деятельности нашего центра по подготовке спецназа, по деятельности спецназа, чтобы прививать любовь и уважение к людям военным, носящим погоны. Ну и, в первую очередь, тем, кто стоит на страже безопасности своей Родины, своих граждан. Рассказываем о технике вооружения, показываем все, что у нас есть в наличии. Даем потрогать специальную технику, БТР, детям это очень нравится. В восторге ребята были и от показательных выступлений. Подростки впервые увидели спецназовцев в деле. Юным гостям продемонстрировали образ современного защитника. Это должен быть, в первую очередь, высокоинтеллектуальный человек, который может не только в спортзале жемлежа соточку пожать, но и в то же время работать и с компьютером, и с программами, и с интернетом. Перестрелка, борьба с оружием и с применением подручных средств, освобождение заложников, задержание террориста. Гостям учебного центра по подготовке спецназа продемонстрировали самые разные ситуации, в которых приходится участвовать бойцам. И здесь, как в реальной жизни, все до победы и без потерь. А о том, что в спецназе все серьезно, говорит и тот факт, что фамилии бойцов под грифом секретно. Это призвание. Спецназам нужно родиться. Это в душе. Это вот здесь. Дай бог, конечно, чтобы не прозвищали реальные выстрелы с боевыми патронами. Но мы тем самым дали сигнал такой маленький. И ответственно для нашей молодежи. Не расслабляйтесь. Потому что вы наша достойная замена. А нам не все равно, с чьей руки передавать нашу огромную, большую страну. Защищать родину можно и не на рубежах. Внутри страны также нужны военные патриоты. И школьники осознали это в полной мере. Было так захватывающе. Мне все понравилось, даже слов нет. А ваши будущие защитники Отечества пойдете в армию служить? Так точно. Нам слишком много тогда будет трудного. Но мы все равно постараемся это сделать. Ради нашей страны, ради всех людей, которых мы будем защищать. Пока же будущим защитникам предложили отведать солдатской каши. Экскурсия завершилась на полевой кухне. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Накануне в Лазаревском районе рядом с пансионатом Мусэнерго загорелся жилой коттедж. Информация об этом поступила в отряд МЧС в 13.20. Прибыв на место спасатели МЧС и Кубань спас, помогли пожарным расчетам в тушении и возгорании. Люди, находившиеся в доме, успели его покинуть и никто не пострадал. Сотрудники МЧС еще раз проверили жилые помещения. Внутри никого не оказалось. Затем спасатели разобрали кровлю здания, чтобы у пожарных была возможность залить малые очаги возгорания. Подробности и причины ЧБ уточняются. Другим новостям. 1 марта на Сочинском стадионе Фишт пройдет очередная инспекция FIFA. Накануне спортивный объект осмотрели журналисты федеральных и региональных телеканалов и изданий. Экскурсию для них провели заместители губернатора Краснодарского края Николай Далуда и Юрий Гриценко. Журналистам показали не только поле стадиона, но и внутренние помещения. В частности, зону работы прессы, залы для тренировок спортсменов, помещения для забора допинг-пропа, а также новые трибуны и ложи. Работы по реконструкции стадиона Фишт в полной мере завершены. Сейчас идут пусконаладочные работы, которые будут закончены в основе своих деток 1 марта. Работу закончат как раз к очередной инспекции комиссии FIFA на стадион. Она пройдет 1 марта. Приезжает большая группа в составе 70 человек, каждый по своему направлению. Кто-то по спорту, кто-то по технологии, кто-то по инженерии. Они делают инспекционный визит по группам всего стадиона, а потом уже проводятся совещания, где подводятся итоги. Я напомню, что реконструкция стадиона включала демонтаж крыши и временных сооружений, возведение северной и южной трибун, строительство входных павильонов. Кроме того, вместимость объекта увеличена на 5000 мест. Сегодня на трибунах Фишта за матчами смогут следить 45 тысяч человек. На эти цели было потрачено около 4 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Ну а первый тестовый матч на Фиште пройдет 28 марта. Сыграют Россия и Бельгия. В Сочи рабочая неделя начинается активно. Здесь, в главном медиа-центре, открылся российский инвестиционный форум. Он традиционно проходит на курорте, но впервые в феврале. Об итогах первого дня Татьяна Говоркова. В копилке Краснодарского края уже около 10 соглашений. Одно из первых подписал глава региона Вениамин Кондратьев с президентом Почта-банк. Это сотрудничество направлено на развитие банковской сети даже в небольших станицах, чтобы они были доступны для всех жителей Кубани. Прежде чем говорить о разнообразии банковских услуг, нужно сказать о доступности самого банка. А сегодня это проблема. Краснодарский край настолько большой, что у нас много достаточно станиц и худоров, где мобильные пользователи, элементарные услуги банка недоступны. Почему я буду еще раз повторить, для меня принципиально важно, чтобы банковские услуги дошли до каждого жителя нашего края, где бы он ни проживал, даже в самом одаренном полуторе. Сегодня у банка биография такова, что это 70% точек приходится на малые населенные. Это и есть часть нашей бизнес-модели, потому что, конечно, уровень банковизации, если так можно сказать, в больших городах высокий, конкуренция высокая, но чуть-чуть отъезжаешь от города и, в принципе, у человека шансов нет выбрать банк. Вот, мы это слышим. Дмитрий Руденко рассказал о планах по расширению банковской сети в Краснодарском крае уже в этом году. Помимо доступных финансовых услуг, к концу 2017-го будет создано больше полутысячи дополнительных рабочих мест. Работа появится и в сфере АПК. В числе стратегических проектов – продолжение строительства современного завода по производству сыра в Василковском районе. Запланированный объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. Протокол о намерениях СОО «Сыры Кубани» от администрации Краснодарского края подписал Андрей Коробко. Позволит нам в 2018 году получить уже окончательный проект, завершенный и производственная мощность будет 600 тонн молока в сутки. Конечно же, это очень серьезный проект для всего Краснодарского края. Такой объем производства сыров, который будет производиться на этом заводе, он, наверное, будет самый крупный не только на территории края, но, наверное, в южном федеральном округе, а может быть и неизвестно, может быть и в России. Поэтому в этой части, конечно же, дополнительные рабочие места. На сегодняшний день Краснодарским краем подписано 6 соглашений в сфере агропромышленного комплекса. На реализацию стратегической программы по импортозамещению будет привлечено порядка 7,5 миллиардов рублей. Важный документ в первый день форума подписал и крупнейший холдинг легкой промышленности в России – группа компаний БТК. Гендиректор компании Георгий Рдрачев и вице-губернатор края Сергей Алтухов поставили подписи в так называемой «дорожной карте» по строительству ряда предприятий компаний БТК на территории нашего региона. Краснодарский край для такого крупного инвестора стал интересен полгода назад. Тогда и было принято соответствующее соглашение о сотрудничестве. На данный момент уже проведен ряд мероприятий по реализации проектов. Сейчас региону предстоит определиться с перечнем продукции, которая будет выпускаться на производственных площадках компании БТК. В течение ближайших буквально двух месяцев мы покажем возможные инвестиционные площадки для компании БТК, которая выберет для себя максимально удобную, эффективную, чтобы организовать соответствующее производство в Краснодарском крае. И мы уже обеспечим план мероприятий по организации такого производства. Мы идем в первую очередь в те регионы, где есть именно вот такие, так скажем, преференции для инвесторов, которые позволяют, в общем-то, активно работать и получать, ну, достаточно быстро получать соответствующий, так скажем, финансовый результат. А вот значимый результат по увеличению туристического потока на Кубанском побережье и развитию курортной инфраструктуры должен принести проект нового авиасообщения «Краснодар-Ейск». Сегодня губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «ЮТЕЙР». Краснодарский край очень активно развивается. И сегодня надо отметить, что и не только в Сочи, но и сегодня курорт мирового уровня, который является и деловой площадкой, и, понятно, культурной, и спортивной, безусловно, но и Геленджик, и Анапа, и Ейск, они тоже уже не те, которые были вчера. Поэтому, конечно, чтобы максимально поддержать развитие этих курортов, конечно, необходим турист. А в данном случае доступность авиасообщения к этим нашим городам является определяющей. Нам предстоит открыть новую линию, о которой вы говорили, и Ейск, и другие города соединить. Но это, конечно, доступность авиационную и вообще транспортную доступность региона повысит для жителей соседних регионов, куда мы тоже собираемся выполнять полеты. И внутри региона мобильность населения и комфорт намного увеличатся. Авиакомпания из Югры заинтересована в том, чтобы стать базовым перевозчиком в Краснодарском крае. Ее самолеты уже летают из Краснодара в Сочи. Кроме авиаперевозок, внутри региона в Ютерии намерены запустить новые маршруты, которые свяжут Кубань с кавказскими минеральными водами по Волжьям, Ростовской и Воронежской областями. Что же касается самого Сочи, то наш город планирует подписать на форуме соглашение на общую сумму 7,6 миллиардов рублей. В числе приоритетных проектов строительство многофункционального туристско-спортивного комплекса с ипподробом, создание предприятия по производству и переработке зеленого чайного листа, а также международного детского лагеря. Здесь у нас на стенде 6 проектов, всего планируем 10. Как вы сами понимаете, я называю основные их 3, которые реально будут реализовываться. Остальные 7 это предложения, инвестиционные предложения, которые исходят либо от нас, либо от конкретных инвесторов. Сегодня мы точечно подходим. То, что городу надо. Сегодня не так много городу надо. И просто сегодня выставлять в инвестиции, скажем, жилые комплексы, ну, наверное, это совершенно не нужно. В апреле этого года планируется все же начать строительство крытого аквапарка, который расположится напротив цирка. Соглашение о его возведении было подписано на прошлом форуме. Проект готов, а задержки формальны. Идет подписание разрешения на строительство. Российский инвестиционный форум в Сочи продлится до завтра. По словам организаторов, ожидается значительное увеличение объема и количество подписанных соглашений. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Города Краснодарского края и Крыма объединились. В Сочи официально объявили о создании Ассоциации курортных городов. Накануне в мэрии состоялось первое учредительное собрание этой новой некоммерческой организации. Расскажет Ольга Десятого. Инициатива создания Ассоциации курортных городов принадлежит главе Сочи Анатолию Пахомову. Именно мэр Олимпийской столицы предложил главам других курортных городов Краснодарского края и Крыма объединиться. Цель развития внутреннего туризма. Накануне в городской администрации состоялось первое учредительное собрание новой некоммерческой организации. Одним из направлений работы которой, отметил Пахомов, станет создание единого турпродукта для путешественников. Они смогут за одну поездку посетить сразу несколько регионов и городов страны. У каждого есть свой опыт и в Крыму, и в Сочи, и в Анапе, и в Геленджике. И мы его будем изучать и через наши исполнительные органы реализовывать. Ну и конечно мы должны вырабатывать свои проекты законов, которые через депутатов продвигать. Потому что внутренний туризм, он еще достаточно молод и естественно в нем очень много недостатков. Инициативу сочинского мэра объединиться поддержали главы Геленджика, Анапы, Феодосии, Алушты, Ейска, Туапсе, Судака, Ялты, Приморско-Ахтарска и других курортных городов. Сегодня мы подпишем тот документ, который действительно является для нас всех, палочками, лучаточками, для всех курортных городов. Потому что проблем очень много действительно. Вы лидеры, Анапа тоже лидер. Мы подходим только к законодательству Российской Федерации уже в полном объеме. И у нас очень много есть вопросов, которые надо совместно решать. Один из них это морские перевозки и восстановление круизной линии между курортными городами. Сочи, да и вообще Черноморское побережье в 90-е утратило этот вид туризма. Чего не скажешь о Крыме. На поезде Феодосии уже создана автономная непримечательская организация. Морская транспортная дирекция. У нас удобное расположение Феодосии, еще раз хочу напомнить. И рядом завод моря, который готов изготавливать любые суда. Круизная линия и морское сообщение должны связать города Черноморского и Азовского побережья. А для этого необходима совместная работа глав курортных городов и бизнеса. Кроме того, ассоциация поможет привлечь и иностранных туристов, для которых также будут разработаны пакетные предложения не просто с пляжным отдыхом, а экскурсионным. Сегодня к созданной ассоциации уже присоединились больше десятка городов Кубани и Крыма. О своем желании вступить в организацию уже думают и власти Ставрополья – Кавказские минеральные воды. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И еще одно заметное событие прошедшей недели. В Сочи отметили Масленицу. Основные праздничные гуляния в центре города развернулись в Ривьере. Там напекли рекордное для парка количество блинов. Все подробности в нашем следующем сюжете. С самого утра в парке Ривьера играла музыка и пахла блинами. Их в этом году напекли больше тысячи. Рекордное для парка количество. По подсчетам организаторов, если сложить блины в одну линию, получилось бы около 20 километров этого угощения. Не смогла пройти мимо традиционной масленичной выпечки и семья Эйхман. Пять лет назад на Черноморское побережье они приехали из Тулы. Говорят в восторге от теплой во всех смыслах и вкусной сочинской масленицы. Очень вкусные блины. Необыкновенно. Блины всю неделю, масленицу отмечали всю неделю. Очень к этому относимся серьезно. Несмотря на то, что в Сочи по российским меркам погода уже весенняя, зиму на курорте провожали по всем канонам. С традиционными масленичными забавами. Вот, например, бой подушками. Ну и какая масленица без танцев и песен. Подпевали и танцевали все без исключения. Уж точно общенародный праздник. Все жарят блины, едят, веселятся. Все добрые, все живут в мире и согласии. Я люблю масленицу за то, что можно есть блины, и постоянное веселье, гулянки. Это все дружно, это весело. Я вообще люблю город Сочи очень сильно. Тут всегда всякие праздники проходят. Очень весело. Ну и главное событие широкой масленицы – это, конечно, сжигание чучела. Большую куклу, кстати, изготовили не из соломы, как это делают обычно, а с южным колоритом – из сухих пальмовых листьев. Ну а в фартук масленицы можно было поместить записку с печалями, обидами, невзгодами, для того, чтобы оставить их в прошлом. Все горести сгорели в огне вместе с чучелом. Сочи попрощался с зимой. Впереди Великий пост, который продлится до 15 апреля. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. А в Сочи парке установлен рекорд России. К слову сказать, один из самых вкусных. В Сочи парке проводили зиму масленичными гуляниями, в ходе которых был установлен рекорд – самый большой логотип из блинов с начинкой в России. Рекорд был установлен при участии гостей парка и при поддержке сети блинных вкуснолюбов. 40 специалистов пекли блины для рекорда на протяжении двух часов. Общий вес блинов составил 170 килограммов. Для изготовления клубнично-вишневой начинки понадобился почти центнер ягод. Виртуозное мастерство проявили блинопелки при выпечке блинов восьми фирменных цветов Сочи парка и выкладке из них букв сложной конфигурации. Сразу после того, как рекорд был зафиксирован официальным представителем Книги рекордов России и присутствующими журналистами, блинный логотип был разобран для угощения гостей. Посетители парка съели 1500 вкусных блинов за 20 минут. И на сегодня все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.